Продолжение следует... Просто в зависимости от того, когда именно они появляются, принято их по-разному называть. Те симптомы, которые обычно относятся к аутизму или к расстройству аутистического спектра, это обычно либо последствия родовой травмы, либо последствия каких-то нарушений развития плода во время беременности у матери, либо какие-то проблемы проислучаются на очень ранних этапах жизни. Таким образом, где-то полутора года уже четко видно, что ребенок отстает по развитию своего возраста. Продолжение следует... 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 Вот первые моменты, которые указывают на наличие у детей. И родители просто не понимают, что ребёнка надо отвезти к неврологу и поставить диагноз. И, возможно, что-то уже делать для того, чтобы, скажем так, состояние ребёнка было бы легче. Это вопрос не на 2 минуты, к сожалению. Мы вот хотели записать целую лекцию на тему ранней диагностики аутизма. Это вполне возможно сделать. Это достаточно ярко выраженные неврологические проявления. И, в общем, родители, внимательные родители это все тоже могут видеть, могут понимать, что вот это что-то происходит с ребёнком. Это не в порядке и нужно уже начинать искать помощь. Ассинь, ази самашачки, Иосифа ханым очень хорошо скажу. Если вы не предусмотрели, от работа, он агрицией, ущида очень агрицией. Если ущида, он ущида, он очень играет. Она уже не может отравить, ущида, он нефролог. За кадром, он NEFRO отравит, он ущида, он конечно нефролог. Если он нефролог, ущида, он говорит, что нефролога, ущида она нагресит. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.